А я знакомлю вас с нашей гостьей. Это Екатерина Краскина, ченнеллер, ясновидящая, энергопрактик. Здравствуйте, Екатерина. Я думаю, что начнем, наверное, нашу беседу с того, что расшифруем слово ченнеллер, потому что многим телезрителям оно может быть незнакомо. Раньше такое более привычное для нас слово, таких людей называли просто, ясновидящие. Если сейчас говорить именно новыми словами, ченнеллер – это тот человек, который имеет доступ к информации свыше. Это такой энергоинформационный канал поступления, информации, энергии. То есть мне поступает энергия, я ее перевожу в информацию от высших сил. У меня есть прямое взаимодействие с Матушкой Богородицей, с цивилизациями, которые курируют здесь наше проживание, наше здесь общение и вообще все, что происходит в нашей жизни. И поэтому этот доступ дает возможность получать ответы абсолютно на любой вопрос, который возникает у человека и с которым ко мне приходят. Мы будем с вами на разные темы разговаривать и запланировали ряд эфиров. Сегодня мы решили посвятить эфир теме «Энергия дня». Так что же такое «Энергия дня» и правда ли, что каждый день влияет на человека каким-то образом? Ну да, безусловно. Мне бы хотелось начать с того, что все вокруг нас есть энергия, и мы сами есть энергия. И поэтому мы в постоянном режиме взаимодействуем со всем пространством, со всем, что нас окружает. И это очень тесно связано с нашим внутренним состоянием. Ведь насколько мы энергичны, насколько мы душевны, насколько в нас содержится либо добро, либо зло, соответственно, точно таким же образом реагирует все пространство, которое нас окружает. И, безусловно, очень важно, что ничего во Вселенной из того, что создано, что нам подается, оно не подается просто так. И все дни, которые выстроены в нашей жизни, они тоже не выстроены просто так. Все дни и недели они выстроены по определенному принципу. Как есть семь энергоцентров у человека, первый, второй, третий и так далее, до седьмого. Может быть, вы слышали об этом, да, или чакры, их по-другому называют. Либо просто по-простому энергоцентры, которые отвечают за различные направления жизни у человека. И подобным же образом выстроены и дни недели, которые отвечают за определенные сферы нашей жизни. Поэтому в каждый день недели подается определенная энергия. Она подается от высших сил, от Вселенной. И если мы правильно используем эту энергию, то есть больше своих усилий направляем именно в это русло и в эту сферу деятельности, то, соответственно, фактически мы как бы плывем по течению. Нам помогают высшие силы выстраивать определенную работу дня как таковую. Это и есть сама логика энергии дня. Она складывается из очень многих вещей. Безусловно, из внутреннего состояния, из дня недели, из той даты дни, которая нам встречается каждый день. Она же каждый день разная, и поэтому каждый день неповторим. А вот иногда бывает говорят, что понедельник день тяжелый. А вот с точки зрения энергии дня, какая энергия у понедельника? Тяжелая? Вы знаете, тяжелая или легкая, наверное, это не совсем верный вопрос. Просто она очень активная. И почему мы воспринимаем ее именно как тяжелую? Потому что накануне это воскресенье. А любое воскресенье, оно выстроено таким образом, само пространство, что мы отдыхаем, мы восстанавливаемся. То есть воскресный день, он посвящен именно полностью нашему восстановлению, нашему отдыху. А понедельник с точностью, да наоборот, подается самая активная энергия, которая только есть. Это энергия, которая подается сразу же на всю неделю вперед. То есть в этот день очень хорошо планировать какие-либо дела, выстраивать вообще всю неделю, начинать любое дело. Она очень-очень активная, чрезмерно активная. Поэтому мы это таким образом и воспринимаем. И в этот день, как правило, происходит очень-очень много разных-разных дел. То есть мы приходим, и такое у нас ощущение возникает, что много-много всего наваливается. Но это не просто так происходит, потому что подается такая энергия, и мы можем с этим справиться. Вот поэтому именно понедельник таким образом и выстроен. Бывает такое, что, например, одному человеку больше нравится понедельник, он чувствует себя в понедельник наиболее комфортно. А кому-то нравится пятница, кто-то любит выходные не потому, что это выходные, а просто потому, что комфортнее в эти дни. Это как раз очень сильно связано со внутренним мироощущением. То есть от того, какой человек, как он настроен на эту жизнь. То есть понятно, что понедельник, как правило, любят те люди, которые очень-очень активные. И всю свою жизнь выстраивает очень активно, все свои дела выстраивает активно. Но если дальше по порядку, то есть можно пройтись прямо по дням недели, чтобы сложилось определенное понимание, как лучше выстраивать, например, свою неделю. Вторник – это день, когда очень качественно проходит работа со всем своим физическим телом. То есть в этот день хорошо проходить какие-то лечения, какие-то обследования, или вообще заниматься, например, активным спортом. Вообще все, что связано со своим физическим состоянием, это как раз вторник. Соответственно, те, кто любит заниматься активным образом жизни, спортом и физической нагрузкой, либо энергопрактиками, как раз это будет к вашему вопросу. Они, как правило, очень любят вторник. Среда – это день гармонизации. То есть в этот день энергия очень гармоничная. В этот день очень хорошо улаживаются любые конфликты. То есть проводятся какие-либо переговоры. То есть, если, например, есть у вас какая-то сложная ситуация, то лучше всего ее разрешать именно в среду. Прямо себе ставить в план. Будет понимание, что в этот день все высшие силы и все помогают для того, чтобы разрешился любой конфликт, который только существует. Это как раз среда. Четверг – это день очищения. День, когда легко закрываются какие-то вещи, то есть какие-то недоработки. Этот день очень полезен для вообще в целом очищения организма. То есть в этот день хорошо быть, например, на голоде. Это самая лучшая система очищения организма. То есть либо сходить, например, помолиться, как говорится, замолить какие-то свои грехи. Либо просто с каким-либо человеком переговорить для того, чтобы закрыть ту боль или обиду, которая внутри вас существует. Либо точно так же это имеет отношение к определенным делам. И пятница – это как раз день общения, очень качественного общения. Это третий день, когда очень хорошо и качественно идут дела. То есть если мы вообще берем рабочие дни, понедельник, среда и пятница – это самые такие качественные дни с точки зрения работы. То есть в понедельник очень активно дела выстраиваются. В среду, соответственно, все выравнивается, все балансируется, разруливается любой вопрос. И в пятницу – это день, когда можно на переговорах решить любой вопрос. И точно так же в пятницу, конечно, очень хорошо встречаться с друзьями, чтобы опять же пообщаться. То есть этот день взамен приносит очень-очень много вот этой обменной энергии, когда вы общаетесь непосредственно с людьми. И суббота – это тот день, когда подаются энергии для анализа, для понимания всего прожитого. То есть для понимания, каким образом вы будете двигаться дальше. То есть именно так настроена и наша работа, нашего сознания, что в этот день как раз это все и происходит. В этот день, естественно, очень хорошо творческие процессы. То есть когда вы, с одной стороны, себя успокаиваете, гармонизируете через определенное творчество, а с другой стороны, во время этого процесса у вас однозначно происходит анализ всей текущей ситуации и такой определенный мыслительный процесс. Ну и воскресенье, как я вам уже сказала, это день очень спокойной, гармоничной энергии, когда настрой идет такой, что нужно именно отдохнуть, восстановиться, восстановить все свои силы для того, чтобы потом новую неделю начать точно так же активно проживать заново все процессы и выстраивать себе снова новые этапы своей жизни. Вот получается, у понедельника и у другого любого дня будет такая же энергия даже через неделю или каким-то образом влияет, например, дата, может быть, месяц влияет, может быть, время года еще влияет? Влияет все. В этом отношении вы абсолютно правы. То есть есть основа, про которую я проговорила, да, то есть это вот как были раньше гороскопы те же самые, да, то есть есть такая общая основа, есть платформа. И есть масса-масса дополнений. Вообще любой день неповторимый. Неповторимый он именно из-за даты, поскольку каждая цифра, она тоже несет определенную энергию. И когда цифры складываются между собой, то есть 11 и 12 число – это абсолютно разные даты. И когда это, например, 11 апреля и 11 мая, да, то есть тоже абсолютно разные цифры участвуют в этом энергообменном поле. Это тоже будут разные дни, и, соответственно, это будет разная энергия, разная энергоподача, которая подается для того, чтобы у вас какие-то процессы выстраивались как-то по-другому, да. То есть, соответственно, это нужно чувствовать, чувствовать просто, что происходит, и двигаться в этом направлении. А каким-то образом можно гармонизировать свою жизнь, ориентируясь вот именно на энергию дня? А что для этого нужно? Ведь, наверное, здесь все более тонко и индивидуально, индивидуально, нежели, например, мы говорим о том, что, например, в понедельник нужно заниматься этим, да, во вторник этим. И так же не получается, мы же живем полной жизнью. Мы живем полной жизнью, но если вы будете хотя бы настраиваться и понимать, как работает в этот день пространство, то уже будут гораздо проще идти определенные дела. Например, не планировать какие-то вещи, да, в активный день в понедельник. То есть не планировать, например, какие-либо переговоры, которые вы знаете, что они будут достаточно конфликтные. Их лучше не планировать на понедельник, потому что они будут слишком активные. Активизируются все процессы. И если человек приходит в таком негармоничном состоянии, в состоянии конфликта, то это еще большее состояние у него активизируется. Такие переговоры лучше планировать, например, на среду, да, то есть на тот день, когда подаются гармонизирующие энергии. То есть, когда вы знаете, в какой из дней недели какая энергия подается, то есть гораздо проще спланировать свои дни. Вы же всегда можете какое-то дело передвинуть на какой-то другой день. Это только кажется, что вот раз так, и никак по-другому не может. Нет. Мы управляем своей жизнью, что называется, было бы желание не носиться, как белка в колесе, а все-таки выстраивать и планировать таким образом, чтобы у вас хватало сил на все. То есть, ведь это самое важное, чтобы хватало сил на все, чтобы у вас хватало сил и на работу, и на дом, и на себя, как говорится, любимую, чтобы тоже было и время. Вот мы говорим сейчас об энергии дня, а вот существуют такие понятия, например, энергия недели, энергия месяца, энергия года. Да, безусловно. То есть, каждый год он тоже уникален, так же, как и месяц. И здесь идет прямая взаимосвязь именно с числом. То есть, сейчас, например, идет апрель, это четвертый месяц. И если вспомнить, я тоже даже сравнивала для себя. Берем мы, например, православный календарь, и вспомнить, в этот период у нас, как правило, идет Великий пост. Это же ведь тоже все не просто так. То есть, вот эти все взаимосвязи, которые проложены в определенных религиозных аспектах, они тоже были продуманы в свое время. И почему именно апрель, почему четвертый месяц? Потому что цифра 4 – это очень серьезная цифра кармических проработок. То есть, тех определенных подач, которые вы когда-то наработали, и вот именно в четвертом месяце они отрабатываются. И для того, чтобы проходило это легче, как раз наше тело выстраивается на освобождение, на очищение. То есть, почему дается Великий пост? Для того, чтобы очищать все то, что вы наработали за весь год. То есть, все, что накопили в своем физическом теле, очищается во время поста. Это если мы говорим конкретно про религиозный аспект как таковой. А если в целом мы берем четвертый месяц, это именно кармические проработки. Это какие-то дела и действия подаются, которые мы никак не можем отработать, которые мы никак не можем закрыть. И вот наша задача – это именно их довести до логического завершения. Это именно четвертый месяц. Май уже будет абсолютно иной. А вот, например, человек рождается в конкретного числа, в конкретный день недели. Это имеет какое-то значение? Сказывается ли на его жизни? Конечно. Конечно, это сказывается. Это имеет значение в целом на то, каким человек сюда приходит. Каким образом выстраивается его судьба. То есть, по дате рождения можно в целом просмотреть ту основную цель и задачу, ради чего человек сюда пришел. А энергоподача в определенный день недели, она усиливает ту задачу, с которой человек сюда приходит, и усиливает то предназначение человека, опять же, с которым он приходит сюда для того, чтобы его выполнить. Ведь ни один человек не приходит просто так на Землю. Он приходит с определенной целью. Может быть, не каждый ее чувствует, понимает, но, как правило, все равно там к определенному человеку, это понимание к определенному времени, это понимание у человека приходит. И это 100% всегда связано именно с датой рождения. А здесь анализируются, вот какие критерии анализируются? Сам ли день, дата для рождения, время ли рождения, или может быть еще что-то? Или сразу, например, и год, и день, и дата? Самое важное именно в этом вопросе, это именно дата рождения. То есть только день, месяц и год рождения. Вот это самый важный набор цифр, по которым можно определить именно само предназначение человека. Все остальное является такой добавочной энергией, то есть добавочными вещами, которые разъясняют какие-то тонкости. А вот связана ли дата рождения, например, с энергией человека? То есть бывают люди, например, энергичные такие, а бывают люди, наоборот, не пышущие энергией? Это связано с тем, какие возможности даны человеку. То есть дата рождения, она говорит, естественно, не только о том предназначении, а о тех возможностях и способностях, которые заложены в человеке при его рождении. Ведь энергия – это как наша составляющая определенная, то есть, соответственно, ее может быть, как вы правильно сказали, много, а может быть мало. И тот сосуд, который нам дается при рождении, он как раз и дает нам определенное количество энергии. То есть те возможности, которые нам даны, их может быть много, может быть мало. Но в течение жизни человека, человек всегда может расширять свои возможности, ведь действительно возможности человека, они безграничны, потому что расти, расти, расти и расти. Но это очень тесно связано с самим сознанием и с тем, с чем сюда пришел человек. Но энергию можно расширять, можно увеличивать, даже, как вы сказали, если вдруг у человека нет сил, есть огромное количество способов для того, чтобы себя восстановить, себя наполнить. И это прежде всего зависит даже не от того, каким родился человек, а зависит от его внутреннего состояния. Ведь именно своим внутренним состоянием мы руководим, а значит мы руководим и тем количеством сил, которые есть у нас. А вот как пополнить, например, какие вот способы есть пополнить энергию, когда вот ты чувствуешь, например, что ее не хватает? И вот как понять, что действительно энергии не хватает? Потому что это нехватку энергии можно ведь с чем-то и путать, да? Ты, например, устал, у тебя, может быть, нет сил. Это же не означает, что у тебя нет энергии? Это как раз означает, в этом вы абсолютно правы, да, то, что когда не хватает энергии, это как раз проявляется прежде всего в том, что вам не хочется улыбаться, что вам ничего не приносит радость, да, что у вас нет никаких желаний, они просто перестают возникать. Ведь на это, на все подается энергия. И это очень тесно взаимосвязано с вашим физическим состоянием, с вашим мироощущением, как вы себя чувствуете, как вы чувствуете все пространство, как вы себя проявляете. Это не только активные действия, это прежде всего ваше внутреннее состояние. Если вы чувствуете себя комфортно, если вам хочется улыбаться, если вам хочется постоянно что-то делать, вот это значит, говорит о том, что у вас очень комфортное внутреннее состояние, у вас достаточно энергии, и вы можете всегда постоянно творить, действовать и двигаться дальше. В отношении того, какие способы увеличения энергии, их, естественно, очень много. То есть сам человек может работать над собой, да, то есть это определенные энергопрактики, он может ими заниматься. То есть наши классические практики, это та же самая молитва, да, то есть либо просто с утра проснуться, самая лучшая настройка любого дня – это поблагодарить этот день и с утра, и вечером. Когда вы с утра даете благодарность этому дню, вы проводите сонастройку с этим днем, вы сразу же говорите, мир, я тебя люблю, я благодарю Вселенную, благодарю Землю-Матушку, благодарю саму себя за то, что я здесь есть, за то, что я здесь живу, за то, что вот мне просто этот день дан. И тем самым вы делаете определенную сонастройку с энергией дня, да, то есть и весь день он начинает выстраиваться более комфортно для вас. А в конце дня вы благодарите за все прожитое. Когда вы благодарите в конце дня за все прожитое, вы тем самым принимаете весь свой прожитый опыт и принимаете всю ту энергию, которую вы прожили за этот день. Она не накапливается в вас каким-то грузом, какой-то обидой или какой-то усталостью. Вы просто ее приняли, и она уже является вашей определенной платформой, с которой вы стартуете и идете в следующий день. Поскольку если вы не поблагодарили и закончили день в состоянии обиды, с утра вы точно проснетесь без сил, потому что эта обида и эта усталость, она вас ночью будет голодать еще больше. И вместо того, чтобы восстановиться, вы ночью себя еще больше высосите и устанете еще больше. Поэтому вот эта основа. Есть несколько практических способов для того, чтобы с утра запустить, например, энергию. Это наши классические занятия. Те, кто занимается спортом в постоянку, то есть профессионалы, они знают очень много упражнений, которые активизируют нашу лимфосистему. И поэтому есть самые простые способы просто проснуться и попрыгать. Вот просто встать и попрыгать. То есть лучше это делать 108 раз. И это очень сильно сразу же активизирует всю вашу энергию. Это активизирует вашу лимфосистему, и вы прямо почувствуете, как у вас вдруг появились силы. Вот это вот упражнение. И, естественно, очень качественное упражнение – это вода. Вообще, поскольку мы состоим практически из воды, да, то есть это наша основа, и наш прямой контакт с водой для нас тоже является всегда тем состоянием, которое нас энергетически восполняет. То есть, опять же, либо в конце дня, когда мы приходим, лучше всегда принять душ, лучше сполоснуться. Вы тем самым, опять же, снимаете всю нагрузку этого дня и передаете ее в водичку, да, сами, соответственно, вы начинаете успокаиваться. А если вы с утра примете именно контрастный душ, то тогда это, опять же, будет очень большим стимулом для того, чтобы разбудить внутри вас каждую клеточку. Ведь контрастный душ, он прежде всего будет энергией внутри вас и будет каждую вашу клеточку. Вот это тоже замечательный способ для того, чтобы активизировать себя в начале дня. А вот что забирает нашу энергию? Куда она уходит? Потому что ведь бывает, люди, например, ведут, в принципе, одинаковый образ жизни, но один чувствует себя наполненным и энергичным, а другой чувствует, что ему энергии не хватает. Забирает энергию абсолютно все. То есть за ночь человек восполняется. Подача энергии человеку идет именно ночью. Вот когда вы спите, и насколько качественный и глубокий ваш сон, это свидетельствует как раз о том, насколько качественный и глубоко вы восстановитесь. То есть энергия на день вам подается именно ночью. А потом в течение дня, вот что бы вы ни делали, везде у вас идет растрачивание этой энергии. Даже когда вы кушаете, вы тоже тратите энергию. Вот мы сейчас с вами общаемся, это тоже идет определенная подача энергии. Здесь, естественно, очень многое зависит от энергообмена. Бывает, когда вы энергию просто отдаете, и взамен вы ничего не получаете. Вот у нас сейчас с вами идет очень хороший контакт, а значит, у нас с вами идет качественный энергообмен. Мы как бы друг другу передаем энергию, мы ее не тратим как таковую. То есть вы мне, я вам. То есть когда доброе идет общение, оно созидательное, оно и вам, и мне, соответственно, помогает. А когда вы находитесь в каком-то конфликте, то есть и с кем-то ругаетесь, вы просто отдаете энергию, а назад ничего не получаете. И чем сильнее вы ругаетесь, тем больше эта энергия от вас уходит. Вот это, наверное, самый главный фактор, он эмоциональный фактор, но именно наш эмоциональный центр, который находится здесь, то есть в сердечном центре, и он отвечает за энергоподачу. Наши эмоции – это прежде всего энергия. И мы через эмоции либо получаем энергию, либо отдаем, либо тратим как раз. А так это любой процесс. И как раз в отношении еды, то, что я заговорила, от того, какую еду вы кушаете, соответственно, и зависит, насколько вы тратите энергию, либо вы исполняете энергию. То есть есть еда ресурсная, которая не только затрачивает ваши усилия на то, чтобы вы переработали эту еду, а даёт вам энергию и даёт вам ресурс. А если вы кушаете нересурсную еду, то, соответственно, вы только тратите силы на то, чтобы эта еда перерабатывалась в вашем организме. И уже, соответственно, сил на что-либо другое у вас просто будет не хватать. Так, может быть, просто есть поменьше, чтобы не тратить энергию на еду? Есть нужно правильную еду, то есть ресурсную. А ресурсная это что? Это прежде всего растительная еда, растительного происхождения. Вот животный белок и животная еда, почему сейчас очень много появилось, слава богу, вот этой информации в отношении животной еды. Нам всегда ранее была навязана такая информация, что животная еда – это белок, который очень-очень необходим организму, и без которого жить человек просто не сможет. Но вот во время поста очень яркий пример для людей. Живут же, и все нормально, и все энергичные, и заканчивают и пост, и еще больше у них энергии появляется. Это как раз и говорит о том, что как показатель того, что без этого 100% можно жить, и наоборот, жизнь становится более энергичной. То есть вы не тратите силы на переработку этого животного белка. Он перерабатывается в организме несколько суток. И организм, если именно для переработки животного белка, тратит 70% той энергии, которая вам дается на день. И вот только 30% у вас остается для того, чтобы вы проживали все свои события, делали какие-то свои дела и действия. А когда вы кушаете растительную еду, она сразу же изначально к вам приходит в организм с ресурсом. Она очень быстро перерабатывается, и перерабатывается сразу же в энергию, в энергию, которая дает вам силы в организме. Вот в этом огромная разница, которую вы почувствуете сразу же на энергетическом уровне. Начали мы с энергии дня, закончили в общем энергией. Спасибо вам, что пришли к нам сегодня в гости и поделились с нашими телезрителями такой интересной темой. Благодарю вас за очень качественные вопросы. Мне было очень интересно, и я готова к общению. Мне очень интересны те вопросы, которые больше интересуют наших зрителей. Поэтому, если есть возможность, задавайте вопросы. В группах, я так понимаю, на сайте есть возможность комментариев, и тогда мы будем выстраивать следующие эфиры как раз под те темы, которые больше интересуют наших зрителей. Продолжение следует...